Всем, друзья, большой привет! И хочу сообщить вам восхитительную новость. Я недавно получила новый мятный плоттер от Крикот. Может быть, многие уже слышали об этом, я не смогла молчать. Это третий плоттер этой компании у меня. И хочу сказать вам, что после их использования меня абсолютно не тянет даже пробовать другие плоттеры. Меня тянет купить еще один и еще один, даже если мой предыдущий еще не вышел из строя. Кстати говоря, ни один из них так и не вышел из строя. Я просто люблю обновлять свою технику. Я уже как-то давно снимала обзорное ознакомительное видео про плоттер. И я знаю, что я очень многих в России сподвигла купить себе такую машинку, такого друга. И не только в России. Поэтому я, как ответственный обладатель Крикот в нашей стране, стараюсь отвечать на все ваши вопросы и решать многие возникшие сложности в работе с ним, потому что опыт с ним у меня уже огромный. Он просто мой первый помощник, моя правая рука в скраббукинге. Поэтому я посчитала себя просто обязана сделать небольшой курс, который поможет вам разобраться, нужен ли вам плоттер, нужен ли вам такой плоттер. Если он у вас уже есть, поможет начать работу с ним, сделать первые шаги и разобраться в основных нюансах. Поехали! В первую очередь хочу сказать, что на сайте уже есть обзорная статья, как приобрести этот плоттер из США, сколько он стоит, какие разновидности моделей бывают и какие дополнительные аксессуары, возможно, вам к нему еще пригодятся. Я оставляю ссылочку здесь. Заходите, читайте, изучайте. Я думаю, что в этом плане вопросов возникать не должно. А я начну прямо с того места, как мы его с вами получили. Я выбрала модель Крикот Эксплор Аир 2. Это на данный момент самая новая, самая классная модель. Именно эта модель будет выступать главным героем моего обзорного видеокурса. Но на самом деле все, что я хочу рассказать и показать, примерно подходит для всех моделей плоттеров, которые представлены на сайте. Итак, вот он, мой новый мятный друг. Когда меня спрашивают, почему я выбрала именно Крикот, я отвечаю, что я выбирала глазами. Да, отчасти это и есть правда. Я не сравнивала с другими моделями. И никогда, честно говоря, у меня не было ни камео, ни бразер. Я вам сейчас назвала основные модели, которые стоит тоже изучить, обратить внимание в их сторону при выборе плоттера. Потому что я дизайнер, я девочка, я люблю глазами. И такой плоттер просто вдохновляет меня поработать с ним, лишний раз придумать что-то новое. Создать какие-то особенные элементы для своей работы. Я знаю много людей более рациональных, чем я, которые больше привязаны не к внешнему виду, а к функционалу устройства. Так вот, хочу сказать, что по качеству резки этот плоттер не то чтобы не уступает, он лучше своих аналогов. Если у вас хорошо с английским, я вам оставляю здесь ссылочку на видео в YouTube. Вы можете посмотреть сравнительный обзор. Даже если английский вы не понимаете, посмотрите на качество резки. И вообще там довольно-таки все понятно и визуально. Ну и, конечно, один из решающих факторов это цена. Крикот обошелся мне намного дешевле, чем тот же Brother, который сейчас продают в России. Давайте с вами рассмотрим саму машинку. На ней вы можете увидеть всего лишь пять кнопочек. И вот такое вот управляющее колесико, с помощью которого можно выбрать материал. Первая кнопочка находится слева, и она открывает плоттер. Потому что, когда вы с ним не работаете, он надежно защищен от пыли и грязи и стоит в закрытом виде. Ну и, конечно, в таком виде он более компактен. Нажимаем, смотрите, как красиво это происходит. Вторая кнопочка находится справа сверху, и она у нас для включения и выключения аппарата. Здесь, я думаю, комментарии излишни. Три кнопки, которые находятся под колесиком, предназначены для управления резкой. Первая кнопочка – захватить мат для последующей резки, или же ее же нажимаем для того, чтобы его освободить после резки. Вторая кнопочка – начать резку. Третья кнопочка – приостановить резку. Вот и все. С помощью колесика вы выбираете основные материалы для резки. Но это далеко не весь спектр материалов, которые зашиты в этой машинке. Как заявляет производитель, здесь более ста материалов можно использовать. Если вы работаете с каким-то особенным материалом, которого на диске нет, просто переводите точечку на указатель кастом. Тогда машинка вам позволит персонализировать настройки материала уже на вашем компьютере. Там вы можете выбрать как готовые настройки, так же и найти какие-то свои параметры для чего-то особенного. Об этом чуть позже. Внизу вы найдете отсек для хранения ваших сменных ножей, как для ножей с держателем, так же и отсек с магнитиком для хранения ножей без держателя. Отсек побольше для хранения инструментов, фломастеров, чего вам захочется. Сбоку есть стаканчик, куда тоже можно вставить фломастеры или нужные инструменты. Давайте посмотрим, что пришло в комплекте с этим красавцем. Как я уже писала на сайте, я советую выбирать базовую модель плоттера, а потом уже докупать дополнительные материалы, которые подходят именно под ваши нужды. Так я в этот раз и поступила. Первое, это, конечно, сам плоттер. Тяжеленький. Еще его называют каттер. Имеется вот такой вот мат для резки средней липкости. Они бывают еще для легких материалов и для более тяжелых, например, для переплетного картона. Это средний, подходит практически на все случаи жизни. Провод для соединения с компьютером. Но так как эта модель содержит в себе блютуз-соединение, возможно, он нам с вами и не понадобится. Провод для включения в розетку. Да, провод здесь с американской розеткой. Но так как у Крикота есть уже встроенный адаптер, можно просто через обычный переходник включать аппарат в нашу розетку. Я знаю многих, кто так использует машинку, и ничего страшного с ней не случается. Хотя сама лично я предпочитаю использовать трансформатор вот такого вида, просто потому что он у меня уже есть. Почему бы не подстраховаться? В комплекте была инструкция и небольшой наборчик материалов для первой резки. И еще здесь оказался вот такой маркер, потому что эта модель плоттера умеет не только резать, но и рисовать, а также наносить линии сгиба. В комплекте уже есть базовый нож, он вставлен в держатель. Держатель легко вставляется в свое отверстие. Выглядит здорово, и я вам в дальнейшем расскажу и покажу, как заставить всю эту красоту работать на ваши самые смелые идеи.